МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подача тепла. Мы берём от камеры до дома целиком. Все силы брошены на подключение отопления в оставшихся домах. Печи для своих. Нижнекамские студенты помогают фронту. На тысячу саженцев зеленее. Никогда не сажал деревья, только первый раз сажал сажать. Сегодня в Нижнекамске высадили более 20 видов деревьев. Нескучная пенсия. Мы ведь не только слушаем лектора, мы между собой общаемся. Стартовал новый учебный сезон в университете третьего возраста. Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Важное и самое приоритетное направление работы сегодня подача отопления. Все силы брошены на ликвидацию аварийных участков, из-за которых батареи остаются холодными в девяти домах. Ещё в нескольких отопления нет частично. Рамиль Мулин сегодня в рамках выездного совещания посетил эти многоэтажки. Сотрудники ТАТ «Энерго» и жилищники отчитались о том, что делается. Анжелика Степанова продолжит. Двор «Химиков-9Б». Руководитель управляющей компании и заместитель главы по вопросам ЖКХ лично объясняет Людмиле Степановой, почему в её квартире пока нет отопления. Всё дело в длительном ремонте сетей теплоснабжения. Несмотря на достаточное количество бригад и своевременную поставку материалов, объём работы оказался больше, чем рассчитывали в ТАТ «Энерго». Если сначала компания должна была устранить точечные дефекты, то в результате пришлось менять метры труб. Меняем большими кусками. То есть мы должны были только точечно раскопаться, увидеть, катушку вставить, а то поменять или метр трубы. Но получается так, что, например, вот этот дом, мы берём и прямо от камеры до дома целиком меняем. От этой камеры до этого дома меняем. То есть целыми кусками, потому что не получается к этим трубам зацепиться. Вот наглядный пример того, как выглядят старые сети теплоснабжения. Сейчас ржавые изрешеченные трубы не позволяют запустить отопление в 12 домах. Около половины из них находятся в 36-м микрорайоне. Ситуацией лично ознакомился мэр Нижнекамска Рамиль Мулин. Глава дал поручение завершить работы в ближайшие пару дней. Помимо этого, у нас где-то 110 домов запущено именно с теми сетями, где идёт вода, порывы. Несмотря на все эти сложные ситуации, мы дали тепло. Сейчас участками их где-то меняем, где-то ремонтируем, где-то копаем. Работает от компании «Татэнерго» 14 бригад. То есть здесь бригады из Зайнска, набережных Шелунов, Казани и сами Нижнекамские бригады. Это где-то порядка 45 человек. То есть здесь сварщики, 15 единых спецтехники. И вот задача, конечно, в первую очередь, это запустить вот эти 12 домов сегодня-завтра. Затем уже переходить на те участки, которые идут с порывами. Большая нагрузка и у управляющих компаний. Ежедневно каждая из них принимает порядка 200 заявок. Поступают они с 57 домов. Их уже подключили к теплоносителю, но в некоторых квартирах отопления всё ещё нет. Связано это с завоздушиванием системы. В таком случае вопрос решается через службу учёта претензий граждан и управляющей компании. Вот УК «Жильё» 60 человек работает, сегодня уточняли. По Айбету такое же количество, 65 человек работает в день. А отрабатывается примерно по каждой управляющей компании по 100 заявок. Получается в пике, чтобы закрыть все заявки, необходимо два дня. Потом количество заявок будет уменьшаться в среднем до 50 в день. Напомним, что в мае этого года сменился номер службы учёта претензий граждан. Актуальный телефон сейчас на ваших экранах. Также жилищная инспекция Татарстана открыла горячую линию по запуску тепла. Номер для жителей Нижнекамского района вы видите на экране. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Печи для своих. Студенты Нижнекамского колледжа транспортной инфраструктуры во время учебной практики изготавливают средства обогрева для участников специальной военной операции. Несколько партий уже было отправлено на линию фронта. Необходимыми заготовками обеспечивают спонсоры. С подробностями Александр Халин. Шлифуют, обтачивают и сваривают заготовки. Сейчас мастерская колледжа НКТИ напоминает заводской конвейер. Ребята заняты изготовлением полевых печей. Кирилл Викторов сегодня задействован на самом ответственном участке. Его задача – качественно соединить все детали будущей печки. Как говорит студент, работа довольно интересная. Что-то необычное, что-нибудь новенькое. Но в этом-то нет ничего такого. Мы даже рады. Всегда поможем. Тем более это для своих ребят, которые за нас воюют и жертвуют своими жизнями и временем. Печи для наших солдат студенты НКТИ изготавливают не в первый раз. Буквально недавно в зону СВО отправили 19 штук. Сейчас заказ более крупный. Нужно 45 печей. Материал предоставили спонсоры. На одно изделие при правильном подходе уходит около двух часов. У нас идет учебная практика. И по мере работы я их оцениваю, их работу. И выставляю оценки. Для новичка это будет сложновато. А мои ребята уже третий год обучаются. Уже имеют опыт в сварке. И им это удается легко. На базе колледжа НКТИ сейчас работает и целый волонтерский отряд. Так что не только изготовление печей поставлено здесь на поток. Советник директора по воспитанию Гульнас Мухаммед Галиева рассказала, чем еще занимаются студенты. Мы с ребятами плетем вот такие браслеты выживания. По-другому они называются. Браслеты выживания. Тактические браслеты выживания. Из материала паракорд. Также у нас ребята изготавливают вот такие окопные свечи. Видите, они и разные. Также мы помогали Нижнекамской волонтерской организации. Нижнекамс поможет, чем можем. Пасовать вот такие сухие супы. Они делаются из натуральных продуктов. Вкусные и сытные. Помощь зону СВО передают через волонтеров. В ближайшее время 12 печей отправятся к нашим солдатам. По мере готовности на фронт доставят и остальные. Александр Халин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Далее важная информация для тех, кто пользуется пригородными автобусными маршрутами. В расписании произошли некоторые изменения, связанные с переходом на зимнее время. Это коснулось направлений в Березовую гриву, Смыловку и Ильинку. Обновленный график вы сейчас видите на экране. Также его можно посмотреть на нашем сайте. Монтаж балок пролетного строения эстакадной части моста завершен. Процесс этот был очень трудоемким и занял у мостостроителей около года. Всего смонтировали 15 пролетов, на каждом из которых установили по 11 сборных железобетонных балок. Протяженность эстакадной части составляет 510 метров. Параллельно ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных участков пролетного строения. Для всей эстакадной части моста понадобится более 200 тонн арматуры и 1000 кубометров бетона. Также на готовых участках мостостроители приступили к устройству асфальта. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть и во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Также как на телеэкранах он начинается в 19.00, там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Обсудили пути благоустройства Нижнекамска, объединение усилий города и Нижнекамс-Нефтехима в решении насущных проблем и организацию системной работы по улучшению инфраструктуры города. В центре базы состоялась первая встреча депутата Государственного совета Республики Татарстан генерального директора Нижнекамска-Нефтехима Марата Фаляхова с депутатами Нижнекамского городского совета по Бызовскому избирательному округу. Основной посыл рабочей встречи депутата Государственного совета Республики Татарстан Марата Фаляхова с депутатами Нижнекамского городского совета по Бызовскому избирательному округу это организация системной работы в вопросах улучшения городской инфраструктуры и качества жизни горожан. Я был заинтересован познакомиться со всеми сообществами, которые вместе соединяли. Поэтому упор на депутатов городских, несомненно, неспроста. А услышать, кто чем занимается, кто какие проблемы видит, кто какие проблемы решает, как решает, как я могу быть полезен в этой совместной работе. На сегодняшний день в Нижнекамске делается много для того, чтобы жизнь граждан стала удобнее и комфортнее. Ремонтируются дороги, дворы жилых домов, бульвары и променады. Конечно, остаются еще нерешенные вопросы, такие как увеличить количество парковок, капитально отремонтировать дома и социальные объекты, благоустроить общественные пространства. Задача, которая стоит перед властями сегодня, объединить усилия города, Нижнекамск, Нефтехима, депутатов, а еще максимально вовлечь жителей в процессы изменения и улучшения города. Хотелось бы все-таки более конкретной системной работы. Понятно, что запросы, они растут с ростом благосостояния жителей, особенно, понимаешь, когда куда-то выезжаешь и смотришь, какой Нижнекамск, какие другие города. Но независимо от того, раз наши жители выбрали нас, представлять их интерес, конечно, мы в первую очередь должны думать о улучшении в целом городской инфраструктуры, городской инфраструктуры и сделать так, чтобы наши усилия были продуктивными. А для этого нужна поддержка федеральной власти и нижнекамского предприятия компании Сибур. Учитывая, что сюда много приезжает иногородних специалистов, без которых Нижнекамск-Нефтехим пока обойтись не может, Нижнекамск для них должен стать не только местом работы, но и досуга, и развитие. Нам нужно, чтобы в наш город еще и приезжали, кроме того, чтобы не уезжали, а еще и приезжали. А я прям вот дословно говорю, то есть привозя специалистов, вы понимаете, такие объекты, как Новый Пехолест, технологические объекты, я вынужден, компания вынуждена привозить сюда специалистов из других регионов, которые не просто выпускники институтов и так далее, это ребята, которые уже въездили из регионов, состоятельные. Это была первая встреча депутатов двух уровней, где каждый мог задать депутата Госсовета Республики и главе города вопросы, касаемые его избирательного округа. Это очень удобно, потому что уже из первых уст слышишь, какое видение у депутата Госсовета, как он будет представлять позицию непосредственно городской территории, высшему органу нашей республики. И в то же время он слышит наказы уже наши наказы, которые идут от избирателей, живущих в нашем микрорайоне. Подобные встречи между властями города, депутатом Государственного Совета Татарстана Маратом Фаляховым и депутатами Городского Совета будут продолжаться. Светлана Шумкова, Илья Челноков, Новости НТР. На тысячу саженцев зеленее. Сегодня в Нижнекамске высадили более 20 видов деревьев. Для посадки выбрали территорию нового променада в 27 микрорайоне. Участие в акции приняли сотрудники предприятия ТАИФНК, а также руководители города. Подробнее в сюжете далее. Марат крепко держит в руках новую лопату. Родители купили ее сыну специально к этому дню. Мальчик сажает свое первое дерево. Говорит, местами копать тяжело, но сил хватает. Больше всего его радует то, что в будущем он вместе с другими нижнекамцами сможет насладиться красотой осенних листопадов. А променад окрасится во всевозможные яркие цвета. От зеленого до красного. Я еще никогда не сажал деревья. Вот только первый раз начал сажать. А ты сам захотел? Да, сам захотел. А почему? Потому что у меня была мечта сажать деревья. Потому что я буду работать деревником. Буду поливать деревья. Высадка деревьев – совместный проект предприятия ТАИФНК и администрации города. Не случайно это делают на новом пешеходном променаде в 27-м микрорайоне. Еще полгода назад здесь ездили машины и толком не было освещения. Теперь это благоустроенная площадка с качелями, скамейками и светлыми зонами, которая после сегодняшней акции будет еще больше радовать горожан. Высаживаем 975 саженцев, 20 наименований. Кленовые, кустарники, ель, барбарис. Главное, надо момент, чтобы и наши горожане города, жители города тоже относились бережно, во-первых, к нашей природе, то, что уважали труд, который приносят наши предприятия, нашего города, город Нижнекамск. Мы стараемся здесь создать благоприятную среду для жителей этого микрорайона, чтобы люди могли прийти отдохнуть, подышать свежим воздухом в том числе, чтобы облагородить это место. Во время акции Рамиль Мулин обратился к ученикам 31-й школы. Мэр Нижнекамска напомнил, что променад может стать излюбленным местом горожан, только если мы будем поддерживать его чистоту, уважать чужой труд и сохранять красоту этого места. Поэтому задача ребят – заботиться о новом общественном пространстве. Миссия нашего города – каждый день создавать лучшее, потому что дано создавать лучшее каждому. Поэтому это как раз акция, сегодняшняя акция, наверное, на то и направлено, что каждый участник города, будь он житель, это предприятие, бизнес, общество, когда он вкладывает что-то от себя, то получается прекрасно. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Отметили благодарственными письмами. Сегодня в Нижнекамске прошел форум преподавателей примечетевских воскресных курсов районного Мухтасибата. В нем принял участие первый заместитель Муфтия Татарстана Рустам Хазрат Валиуллин. Обращаясь к преподавателям, он отметил, что учителя примечетевских курсов ведут очень нужную и важную работу. В зале молодежного центра «Ковер» практически нет свободных мест. На форуме собрались преподаватели ислама со всего Нижнекамского района. Финиса Хуснулина приехала из села Верхние Челны. Опыт преподавания богословия у нее около 20 лет. Ведет в мечети урок «Основ ислама». По словам наставника, сельчане с удовольствием посещают курсы. Есть желающие каждый день получать религиозные знания. Есть желающие. Они находят время. Каждый год в октябре мы начинаем наши обучения, уроки. Потому что раньше не получается. Все-таки сельская местность. У каждого есть хозяйство. Курсы «Основ ислама» сейчас набирают популярность в городе. В мечетях Нижнекамского района этот предмет преподают около 60 учителей. На этом форуме они будут развивать и улучшать свои навыки. По словам имама Мухтасиба Салиха Хазрата Ибрагимова, главная задача сейчас – это привлечь в эту сферу молодых специалистов. На сегодняшний день у нас около 60 учителей по всему району. Они в основном, так получилось, или по своему призванию, наверное, это люди, которые когда-то работали педагогами или воспитателями. А некоторые даже, то есть помимо религиозных образований, у них еще есть образование педагогическое. А некоторые, имея педагогическое образование, поступают заочно на педагогическое и для того, чтобы квалификация была повышена. Старания преподавателя Нижнекамского Мухтасибата высоко оценил муфти Татарстана. Самым передовым специалистам в этой сфере были вручены благодарственные письма из рук первого его заместителя Рукустема Хазрата Валиулина. У нас, естественно, в Татарстане все мадресе и все примечательские курсы, методы преподавания в них, они унифицированы сегодня. И они являются, по сути, очень даже, я вам скажу, не побоюсь этого слова, на мировом уровне. Усоким у нас является уровень преподавания даже в примечательских курсах. Просто у нас, к сожалению, самооценка нашего народа страдает, поэтому они думают, что в примечательских курсах уж ничего не преподают, особенно те, кто не учится там. Это первый по счету форум в Нижнекамском районе. Проводить его планируют ежегодно. Тем самым повышать квалификацию преподавателей богословия и популярность самого предмета среди населения. Алмаз Кашев, Гулия Нигматуллина, Илья Челноков. Новости НТР. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Нескучная пенсия. Проводить время активно и интересно на заслуженном отдыхе реально. Это подтвердят слушатели университета третьего возраста. Новый учебный сезон в нем открыли 1 октября. Сегодня же состоялась первая лекция в факультете здорового образа жизни. В группе этого направления собралось порядка 70 человек. Студентам, которым в среднем 60-70 лет, рассказали много полезного. Об этом подробнее. Алмаз Кашаев. И колбаса, как раз, там тоже будет амбат на 3. Как и вискос и все. Первую лекцию по здоровью в университете третьего возраста провел специалист по медицинской профилактике Эльмир Вазиков. Речь у нее и зашла о правилах правильного питания, об укреплении иммунитета. В возрасте 60 плюс эти знания особенно полезны, тем более в период активности и респираторных заболеваний. Именно холодный период года являются менее активными. У них часто бывает гиподинамия. В связи с чем даже наши мероприятия помогают им в первую очередь поднять, поддержать физическую активность, сохранять свое здоровье, иммунитет. Ну и вопрос питания об этом будет свидетельствовать, как правильно питаться именно в данный период времени. В университете третьего возраста проводят занятия по 9 направлениям, и именно факультет ЗОЖ – один из самых популярных. В этом году на него поступило порядка 70 человек. Ландыш Новикова 4 года активно принимает участие в занятиях по скандинавской ходьбе. В этом году решила еще и послушать лекции врачей. Мы ведь не только слушаем лектора, мы между собой общаемся. Мы можем пойти в кафе, посидеть, отдохнуть, поговорить. Мы рецептами делимся, про детей рассказываем, про внуков рассказываем. То есть какие-то свои хобби друг другу передаем. Это просто в нашем возрасте – это общение. Проекту «Университет третьего возраста» 6 лет, и с каждым годом он становится все популярнее. Люди пенсионного возраста все охотнее тянутся к знаниям и активному долголетию. На этот учебный сезон на посещение занятий записалось по всему Нижнекамскому району более полутора тысяч человек. Сейчас вот эти первые будут две недели тестовые. В плане того, что мы посмотрим явку, мы посмотрим, как непосредственно наши слушатели посещают. То есть насколько у них, значит, вот эта вот, грубо говоря, жажда знаний доминирует. В факультете здоровья предусмотрено порядка 70 часов лекций. Занятий будут проходить до середины марта. Затем всем студентам, исправных посещавшим, выдадут специальные сертификаты о прохождении обучения. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. В городе начались субботники. Перед началом зимы было решено привести территории в порядок, чтобы весной было легче и быстрее убрать оставшуюся листву. Одни из первых к уборке территории взялись жители пятого микрорайона. Ученики шестой школы и педагоги, а также местный совет ветеранов и председатель СТОС уже второй день наводят порядок в парке «Юность». Сегодня убирать опавшие листья в парке «Юность» вышли ученики восьмого класса. Вместо урока пения они приобщаются к общеполезным делам. Листьев опало очень много, поэтому работы не подчатый край. Ребятам занятия очень нравятся, наводя порядок, они успевают и повеселиться. Ралина Искандерова принимает участие в каждом субботнике. Девочка считает, что ее труд помогает сделать город чище и краше. Это очень благородное дело. Наша природа не будет такой хорошей, если мы не будем убираться. А когда мы убираемся, наш город чувствует себя очень хорошо. В уборке парка приняли участие ученики второго класса. Они еще пока не уверенно держат метелки, но очень стараются внести свою лепту в общее дело. Ежегодно мы совместно с Координационным советом убираем парк «Юности», что по осени, так же, как и по весне. Парк достаточно такой большой. Люди ее пользуются большим спросом. В парке зачастую гуляют у нас жители наши. И мы сегодня, вернее уже со вчерашнего дня, наш парк приводим в порядок. И он будет у нас в чистоте. А это уже, так сказать, чемпионы субботников, члены Совета ветеранов 5-го микрорайона. Орудуют инвентарем, граблями и лопатами очень ловко. Листья пенсионеры сгребают в кучу за считанные минуты. И действуют, как единый организм, работают одной командой. Весь секрет в многолетнем опыте. Сколько на их счету субботников они и сами запамятовали. Мальчишки помогают всегда. Они во всем помогают. И вот даже малышня идет по парку. Ой, бабуль, давайте мы вам поможем. Ой, да мы сами. Нет, нет, дайте нам грабли. Помогают, все помогают. Территорию парку «Юность» убирают уже второй день. С техникой помог МУП КПБ. Вчера здесь убирались ученики 7-х, 8-х и 10-х классов. Сегодня состав другой, но задачи одни и те же. Успеть убрать опавшую листу, пока не началась дождливая погода. А работу планируют закончить до конца недели. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Дали информацию о рекламного характера и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. И пусть новости для вас будут только хорошими. Комфортная обувь – это гарантия и залог здоровья ногой и прекрасного настроения на целый день. Обувь из Беларуси отвечает всем современным стандартам комфорта, стиля и качества. Женский полуботинок с широкой раскрываемостью и большой полнотой выполнены из мягкой натуральной кожи, которая предназначена для людей с проблемными ногами. Это деформированные пальцы, вольгусная постановка первого пальца, натоптыши, широкая стопа. Широкий закругленный закрытый мыс обеспечивает удобство и защиту пальцев стоп. А три резинки позволяют плотно зафиксировать обувь на ноге и отрегулировать полноту. Обеспечивает комфорт для стопы при длительном ношении. Модель оснащена устойчивостью нескользящей подошвы с физиологическим перекатом. Широкий закругленный задник обеспечивает устойчивость во время стояния и ходьбы. Посетив обувной павильон, вы можете приобрести тут не только обувь на все сезоны, но еще нежные хлопковые постельные комплекты от полуторки до евро стандарта. Материал очень приятен для тела. Гипоаллергенные мягкие пуховые подушки, теплое одеяло, мягкие покрывала, хороший соло будет обеспечен. Павильон белорусской обуви вы найдете в торговом центре «Барс-1» на цокольном этаже. Приходите и внесите в вашу жизнь комфорт. В четверг 17 октября в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, ночью похолодает до минус 1. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В пятницу ожидается ясная погода. Продолжение следует...